Вы посмотрите на эту хулиганку, посмотрите, она на три дня собирается удрать из дома. Это что за хулиганка такая? Батона схватила, вещи схватила и поперла. Всем привет, мы приехали в Батьям, малую оставить на несколько дней. И так как сегодня прекрасный день, то мы сейчас пойдем пешочком к морю и сниму для вас эту нашу прогулочку, потому что надо же вам что-то снимать. Поэтому сегодня будет Батьям. Там такая довольная мордашка пошла. Два с половиной километра примерно к морю. Мы идем пешочком прогуляться и тут дома разные вперемешку, очень много старого фонда. Но дойдем и до нового, и до красивой набережны. Набережны, Ной. Гламурные улочки Батьяма. Старый фонд, новый фонд, а я люблю ходить по новеньким местам, поэтому кайфушечки между мусорок и граффити. В наших краях сегодня было падение беспилотника. Набиби целились на его виллу, а мы убежали в центр, типа нас не догонят и не достанут. Да, надеюсь, муж. Будем оптимистами. А вот центральные улочки, например, как вот это от Смаут называется, уже более оживленные. Люди ездят, ходят, гуляют, сидят. И рядом с домами жаловалась, что почти нигде шалаши, эти суки не стоят. Но уже увидела тоже много. Тут нет. Ракевет Кала. А мы еще ни разу на ней не катались. На этом метрополитене местном. Шот там уже летит. Шамолетик. С синагогой, милая сука. А здесь птички тут какая-то прям... И как будто их на нитки нанизали. Облепили все столбы. Смотрите, как сидят. Прикольно. Шли-шли и пришли так быстро, незаметно. Вот уже и море. Хорошо тем, кто тут живет. Но цены, думаю, им не очень нравятся. Ну, если они живут на съеме. Ух, какая тут активная жизнь. Боже, мы сидим в своем селе, ничего не видим. Тут у людей пляж. Море, волны. Кафе. Что там еще? В русскоязычных целая тьма. Туча. Все открыто. Людей полно. Никто не боится никаких ракет, сирен, беспилотников. Мазе. Муж, видишь? Как хорошо, что я Сашку взяла. Если бы я ему рассказывала, он бы мне не поверил. Я тут знаю. Он это прекрасно знает. Что израильтяне, им пофиг называется. Живем сегодня. И правильно. Мы сами такие. Ну, не такие уж мы и такие. Мы еще более такие осторожные. Классно. Ну, вода холодная, наверное, уже нет. Сердина октября. Конец. Многие, кто переезжают в Израиль, выбирают Бадьям исключительно из-за его набережной. Потому что сам Бадьям без моря – это ничего. Но набережная, она здесь просто прекрасная. Во-первых, она длинная. Во-вторых, она и правда очень такая классная, с насыщенной жизнью. Даже в выходной день. Как вы видите, очень много домов. Первая линия у моря. Вид на море. А это многим людям важно. Если они уж переезжают в Средиземноморскую страну и переезжают в страну, где есть море, так давайте уже прям вот тут, рядом, на море. Вот это движуха здесь. Правда, спасатели говорят, что море сегодня противное. Течение затаскивает. И внимательно держите своих детей. Глаз да глаз за ними. Цивильненько все. Есть пункт скорой помощи. Туалет. Переодевалка. Правда, туда очередь стоит. Но все есть и все открыто, и все работает. Да, это плевок в сторону Хадерского пляжа, где чаще туалет закрыт, чем открыт. Хорошо здесь. А вот на пляже в Батьяме лучше приходить со своими стульчиками, ибо за один стульчик вы заплатите 15 шекелей. Так, конечно, дешевле покупать свои и приносить, чем пользоваться. Но люди покупают. А что же делать-то? Вот мы пришли, а здесь негде. Хотя я стояла, но некоторые посидели. А юные добыватели добыли уже нефть и уже добрались до воды. Венька, как тебе пляж? Вот, нефть говори. Пугают нас тут. Мы уже думали, что дроны летят. Закат. И я впервые замерзла в этом году. Так холодно стало, что у меня же руки дрожат. Сейчас буду. Буду. Будем уже уходить. На закат посмотрим. Люди уже разошлись. Спасатели тоже в шесть закрылись. А уже шесть ноль один. Ну, как было? Хорошо? Да. Прекрасная набережная. Прекрасный пляж. Прекрасные прогулочные. Супер, конечно. Люди гуляют перед началом рабочей недели. Все смотрят на закат. Даже собачки. И спортсмены бегают. Для людей это обычная жизнь, говорит тетка. А я тут вышла на набережную. А я тут приехала на набережную. Выбралась, называется. Вечерняя движуха. Судя по рекламе, здесь цены в кафешках дешевле, чем в Хадере. Ага. Конкуренция. Это тебе такое дело. Когда не одна кафешка на берегу, а дофига, то так получается. Это Батьян. Бежит в наушниках, поет. Довольный такой весь. Вдоль берега только и поснимать. Потому что потом-то что? Опять будет старый фонд. А тут вот еще красивые дома. Какой милый объездной круг. Зеркальный. Катя говорит, когда помытый, то даже закат в нем можно увидеть. Когда закат. И когда он помытый. Круг объездной тот. Зеркальный. Вот это хорошие домики, конечно. Ну, муравейники, но все равно. Только построили, там еще люди не живут. Вау. Это может быть ваш дом. В Пардесхане? У меня просто мороженка в отлом. В Пардесхане я такого не найду. А тут, пожалуйста. Можно пристроиться, а потом сказать, так, мужик, ты мне должен. Шучу тут рядом с мужем. А? Чаще приезжай за контентом. Да. Сестра приглашает чаще приезжать в Батьям. Контент брать. Набирать. Тут есть на каждом углу. Синагога красивая. Смотрите, какая. Большушкая. Тут уже все. Дома перемешались. Старые с новыми. Вернее, старых больше, чем новых. Какой дом в черном стиле. Никогда не забуду, как везла один раз клиентку. И вот рядом, смотрите, что. А этот такой новый, красивый. Так вот. Везла когда-то клиентку по гиватолике. И там она тоже такой. Дом в черных обрамлениях. Она говорит, боже, если бы мне тут дали квартиру, даром бы не надо в таком страшном доме черном. А я так смотрю на этот дом и думаю, вот прекрасно было бы, если бы этот дом был весь моим. Пожалуйста, давайте. А вот опять сука. Красивая. Но у живущих в Батьяме... Спасибо, дорогой. Но у живущих в Батьяме есть больше шансов дождаться сноса дома. Или тама 38. Потому что тут так много недвижимости старой. И активно продвигаются эти проекты. У нас в Хадере сейчас что-то застряло. Все стоит. Особенно по сносу старых домов. А здесь, вижу, есть места, где прям таму делают... Ну, достраивают этажи, лифт устанавливают, балкончики. Ну что ж, ребенка оставили. Можно отправляться в свадебное путешествие. Ага, в Пардесхану. Домой. Как будто с кустов вышли. На самом деле, такое было место для парковки. Всем хорошей недели и пока-пока!